18 августа состоялась встреча, целью которой стало обсуждение имущественной кампании 2015 года. В состоявшейся пресс-конференции приняли участие СМИ города, а также представители налоговой службы и управления Росреестра области. Актуальной темой для обсуждения стало изменение срока уплаты имущественных налогов. В июне месяце 532 тысячам граждан мы направили единое уведомление. В этом году у нас поменялся срок уплаты начисления имущественных налогов. Он стал единым по всей России, это 1 октября. Сейчас, если гражданин имеет имущество в разных регионах, то он все равно получит уведомления, то есть с единым сроком. Своего рода это очень удобно. Напомним, что раньше приходилось весной оплачивать транспортный налог, осенью имущественный, а зимой наступало время налога на землю. Сейчас же все три налога внесены в одно уведомление и оплачиваться должны раз в год. Курганцам уведомления об оплате налогов приходят из Уфы. Не стоит этому удивляться и тем более игнорировать письмо. Такая мера вызвана исключительно экономическими расчетами. Если ранее каждое управление самостоятельно исчисляло налог, распечатывало уведомления и закупало конверты, сейчас все сосредоточено в одном сервисе. Напоминаем, что платить налоги на авто, дом или земельный участок нужно не позднее 1 октября. И если вы не получали уведомления, стоит поискать его в ближайшем отделении Почты России или самостоятельно обратиться в налоговые органы. Также участники встречи коснулись вопроса о переходе регионов с инвентаризационного исчисления налогов на кадастровый. Если сегодня имущества, в том числе и квартиры, оцениваются независимо от их стоимости на рынке, то не позднее 2020 года предполагается переход регионов на кадастровую оценку, которая будет наиболее близка к рыночной. Сегодня в Курганской области под кадастровый расчет попадают исключительно земельные участки и объекты капитального строительства. Чтобы узнать информацию или кадастровую стоимость того или иного объекта, достаточно обратиться в любой из офисов кадастровой палаты.